МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это целью выступать поручителям по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства. Это такая мера государственной поддержки предпринимателей, чтобы повысить доступность для них именно кредитным ресурсам. А какую конкретную пользу вы можете принести предпринимателям и предприятиям нашей республики? Мы можем помочь в том случае, если предприниматель либо предприятие обращается к банк за кредитом, и у него не хватает своего залога на ту сумму кредита, на которую рассчитывает предприниматель либо предприятие. Именно в этом случае гарантийный фонд может выступить поручителем на недостающую сумму залога, и предприниматель либо предприятие сможет получить кредит именно в том размере, в котором ему нужно, даже в случае, если у него не хватает залога. Но чтобы ваше поручительство было принято, вы должны подтвердить свою финансовую состоятельность перед банком. За счет чего это? За счет каких средств это происходит? Гарантийный фонд был сформирован в 2011 году за счет субсидий и средств республиканского бюджета и федерального. То есть в 2011 году мы получили финансирование в размере 60 миллионов рублей. Это так называемый гарантийный капитал. За время работы гарантийный капитал увеличился на 8 миллионов, сейчас он составляет порядка 68 миллионов рублей. И практически все эти средства предназначены на выплаты в том случае, если наступит обязанность нашей по выплатам подговорам поручительства. Ну а почему банки должны принимать ваше обеспечение кредитов? У них какие гарантии? Что вы им даете? Мы им даем гарантию того, что в случае, если заемщик выйдет на просрочку и банк обратится по договору поручительства к нам, как к поручителю, то в течение установленного договора срока банк получит выплату в погашении этого кредита. То есть у них гарантии полные того, что банк не останется без денег? Да, в том случае, если банк выполняет все условия договора поручительства, которые у нас прописаны и которые подписываются при получении кредита, безусловно, банк свои выплаты получит. Преимущество перед остальными видами обеспечения, например, тем же залогом в том, что когда заемщик уходит на просрочку, и у него есть залоги какое-то имущество, движимое, недвижимое, машина, оборудование, либо какие-то там здания, сооружения, банку, прежде чем получить денежные средства, нужно реализовать этот залог. То есть в судебном порядке они получают право на реализацию залога, продают имущество и только после этого получают деньги. Бывают случаи, когда имущество не продается. То есть торги не состоялись, покупателя нет, имущество не продалось, то есть денег нет. В нашем случае обеспечением являются денежные средства. То есть не нужно ничего продавать, чтобы получить средства в погашении кредита. Ну а какие основные требования к малому и среднему бизнесу вы предъявляете при выдаче поручительства по их кредитам? Требований очень мало. Это первое, регистрация, безусловно, заемщика и ведение бизнеса на территории Республики Хакасия, потому что фонд создан правительством Хакасии за счет средств республиканского бюджета. Поэтому мы поддерживаем предпринимателей, которые работают у нас в республике и предприятия. Второе, с даты регистрации должно пройти не меньше трех месяцев. Сумма кредита должна быть от миллиона и выше. Срок кредита 12 месяцев и больше. И, безусловно, как и во всех случаях мер государственной поддержки, у заемщика не должно быть просрочено задолженности перед бюджетом и небюджетными фондами. То есть по налогам и по... Да, платежам пенсионов, фонд соцстрах, фонд медицинского страхования. Вы можете поручиться не за весь, так сказать, кредит, а за часть его. То есть, получается, у нас предприниматель, часть своего имущества дает залог банку, условно говоря, а вы дополнительно добавляете свои средства. Да, мы можем поручиться до 70% от суммы кредита. Если, например, сумма кредита миллион, то есть мы можем дать поручительство на 700 тысяч, и только 300 тысяч должен обеспечить сам заемщик. А тогда, получается, если заемщик все-таки какие-то прошли просрочки, что впервые будет банку отдано? Его средства или ваше? У нас прописан следующий порядок обращения банка к нам, как поручителю, в случае наступления просрочки по кредиту. То есть, в первую очередь, банк проводит работу с заемщиком и проводит работу с тем обеспечением, которое даст сам заемщик. То есть, в том случае, если этого обеспечения не хватает для погашения кредита, либо какие-то очень большие затруднения с реализацией этого залога, то, соответственно, банк направляет требования нам, и мы, соответственно, проводим уже работу по оплате по нашему договору поручительства. Ну, а вообще, какие результаты деятельности фонда на сегодняшний день? Результаты деятельности фонда нужно отметить как положительные, потому что за время работы фонда с 2011 года выдано уже 65 поручительств на общую сумму 135 миллионов рублей. И под наше поручительство получено кредитов на сумму 272 миллиона рублей. Выплата у нас была только одна в размере 302 тысячи. Вот, если что-то будет, мы вам расскажем. Ну, предприниматель потом как-то эти деньги будет вам возвращать или нет? Да, да, потом мы точно так же подаем в суд на предпринимателя, средства взыскиваются в порядке регресса, то есть и сейчас вот у нас начались выплаты как раз по тому предпринимателю, которому мы оплачили в 2014 году. То есть сейчас вот служба судебных приставов работает над возвратом задолженности уже нам. То есть предприниматели не должны рассчитывать на то, что это будет, ну, абсолютная халява, так сказать? Безусловно, да. И мы настаиваем на этом даже при взаимодействии с банками и при консультировании и банковских специалистов и предпринимателей. Мы обращаем внимание на то, что поручительство фонда это не средство погасить безнадежную задолженность. Либо выдать кредиты безнадежному заемщику и потом за счет средств фонда эти деньги вернуть. Мы настаиваем на том, что это мера господдержки именно добросовестных заемщиков, у которых есть возможность и желание погашать своевременно кредиты, но нет возможности получить именно ту сумму кредита, которая им нужна. Есть информация, что предприниматели, которые работают в монопрофильных населенных пунктах, могут получить кредитные ресурсы по сниженной процентной ставке. Так ли это и каким образом вы в этом можете помочь? Да, это действительно информация верная. Есть федеральный банк, он называется МСП-банк. И у этого банка есть программа МСП-регион, по которой МСП-банк выделяет средства региональным банкам для того, чтобы они эти средства выдавали как кредиты именно субъекта малого и среднего бизнеса, расположенного в моногородах. По льготным ставкам действительно. У нас работают по этой программе два банка. Это Хакасский муниципальный банк. В прошлом году мы очень хорошо с ним отработали, выдали больше 20 кредитов по этой программе. И по всем кредитам мы выступали поручителям. И сейчас присоединился Азиатско-Хокеанский банк, также находится в республике Хакасия. То есть по нему пока сделок не было, но заемщики могут обращаться и туда. В чем плюс именно тоже нашего участия, как мы участвуем? Безусловно, мы участвуем и на общих условиях в этой программе кредитования, то есть выступаем дополнительно поручителями. И в этом случае еще для заемщиков помимо сниженной ставки по кредиту есть возможность сократить свои затраты, именно получая наше поручительство. То есть, например, заемщик берет кредит и закладывает автотранспорт. Многие банки требуют страхования КАСКО, которое составляет существенную сумму. Поручительство фонда может заменить залог одной, допустим, или двух машин. И, соответственно, как правило, если сумма кредита составляет от миллиона до трех, то мы вознаграждение убираем по поручительству. То есть заемщик может получить наше поручительство безвозмездно. И, соответственно, он сокращает свои затраты на сумму страхования КАСКО. Либо на сумму оценки независимой, если это требуется иногда банками. То, что, допустим, если закладывается недвижимость, часто банки требуют оценку независимого оценщика. Она тоже существенную стоимость имеет. Поэтому в этих случаях для заемщика просто выгодно экономически получить поручительство фонда. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напомню, что сегодня в гостях у нас была Юлия Дурновцева, директор гарантийного фонда Республики Хакасия. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok